Рецессия в России может затянуться и на весь 2016 год. Об этом после анализа данных Росстата говорят эксперты, опрошенные сразу несколькими СМИ. Речь идет о сведениях по инвестициям и зарплате. Но более того, специалисты утверждают, что структурный кризис превращается в кризис доходов. Итак, за июль реальная зарплата россиян в годовом выражении сократилась более чем на 9%. Это существенно выше, чем ожидали аналитики. Некоторые из них сравнивают ситуацию с 90-ми годами. Но и сокращение зарплат продолжится, уверены они. А вместе с тем снижается и уровень реально располагаемых доходов. На фоне высокой инфляции негатива добавляет и низкий уровень безработицы. Нет человеческого ресурса для открытия новых предприятий. Но при этом люди вынуждены держаться за уже существующие низкооплачиваемые места. Вместе с тем ускоряется падение объема капиталовложений. По данным Росстата в июле зафиксирован спад 8,5%. Но, впрочем, близкие к правительству эксперты уверены, что в скором времени начнется восстановление. Тем не менее, не бывает как бы дна или бездонного дна. То есть, на самом деле, на следующий год большинство экспертов и специалисты Внешэкономбанка прогнозируют, что потребительский спрос начнет восстанавливаться. И, в принципе, восстановление будет идти быстрее, чем, по-видимому, то, что связано с инвестиционной сферой. Темпы роста вряд ли будут столь высокими, как я уже сказал, в 2000-е годы. Но, в принципе, в ближайшие годы мы можем выйти на темпы роста и потребительского спроса, и доходов населения. Там в 2,3% в год. Обсудим ситуацию с Андреем Заостровцевым, профессором Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Он сейчас находится в Петербурге, в нашей студии, в отеле Кемпинский «Мойка-22». Андрей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. До сих пор специалисты говорили о структурном кризисе, финансовом, теперь о начале кризиса доходов. Поясните, пожалуйста, в чем его особенности. Ну, вот тут уже вы приводили цифру, насколько сократилась реальная зарплата в июле. К этому можно добавить, что реальные доходы тоже падают, и вот по статистике за полгода они значительно сократились, больше, чем на 4%. Ну, и если смотреть от месяца к месяцу, то идет сокращение где-то около 9 месяцев подряд реальных доходов. Вот выражение, как говорится, кризиса одно из. Ну, и тут можно еще что добавить, что вот есть данные, как сокращается объем розничной торговли. У нас за полгода он сократился на 8,2%. С чем это можно сравнить? Ну, вот самый сильный кризис 99-го года по отношению к 97-му, а объем розничной торговли сократился на 5,8%. Вот сейчас за полгода мы имеем 8 с лишним, ну и вряд ли за год эта цифра существенно уменьшится. Ну да, вот сокращение зарплат ведет к сокращению потребления. Как вы уже сказали, известно ли, на чем экономят россияне в первую очередь, ну и какие выводы можно сделать из изменения структуры потребления? Ну, естественно, люди будут стремиться заготавливать продукты на зиму, а не думать о том, чтобы купить новый смартфон. Поэтому, конечно, будет дальше развиваться кризис на рынке товаров длительного пользования, бытовой электроники, легковых автомобилей и так далее. А спас... Да, продолжайте. Да нет, ну, продовольствия тут понемножку может быть лучше. Ситуация на рынке продовольствия в том плане, что спрос будет переключаться на продовольственные товары. Понятно. Но способно ли государство в нынешних условиях стимулировать потребление? Какими методами? Ну и способен ли рынок восстановиться самостоятельно, может быть? Ну, вы знаете, государство пытается это сделать, и пыталось раньше. Ну, помните, как субсидировались покупки автомобилей новых, отечественных, произведенных, точнее, внутри страны, чтобы стимулировать и производство, и потребление. Но в целом, конечно, рынок должен выбираться из этого самостоятельно. И так и происходит всегда. Потому что в конечном счете кризис преодолевается за счет рыночных сил. Ясно. Ну, давайте поговорим о рынке труда. Низкая безработица – это плохо или хорошо для России? Вы знаете, низкая безработица, как ни странно, это плохо. Потому что не создаются новые рабочие места, не происходит реструктуризация экономики. Люди, как бы, привязаны к своим старым местам, где они фактически безработно, но формально заняты. Мы такую ситуацию наблюдали, помните, если в 90-е годы, когда человек формально числился на каком-нибудь тяжмаше, либо вообще не получал зарплату, либо там раз в три месяца что-то получал, реально торговал где-нибудь на рынке. Понятно. Ну что же, большое спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Заостровцев, профессор высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Эфир был из студии РБК в отеле Кимпинский «Мойка-22». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова